МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Юрген Крик Криминал Комментарий в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе ремень жизни, простые правила для забывчивых водителей, проблемные семьи, полицейские подарки к учебному году, ледяной плен, трагическая смена сельского тракториста, ампулы без учета, врачебное сострадание судебным финалом. Сразу две крупные аварии произошли в Куме. Вечером 6 сентября 18-летний водитель Лады протаранил два встречных кроссовера Ниссан и Хюндай. В результате столкновения травму получил сам виновник аварии и два его пассажира. Их госпитализировали. Множественные ссади на лица получил водитель Ниссана. Травма головы также у его 4-летней дочери, которая ехала в детском кресле на заднем сидении. Оказалось, водитель Лады получил права меньше года назад. За это время юноша успел получить 11 штрафов за грубое нарушение правил. 9 сентября возле села Зеленец столкнулись еще два автомобиля. В ДТП пострадали сразу 8 человек, в том числе двое детей, 16 и 9 лет. В 11.48 водитель, 76-го года рождения, управляя автомашиной «Шкода Рапид», двигаясь по автодороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьенмар, на участке дороги Сыктывкар-Ухта со стороны города Сыктывкара, на 32-м километре данной автодороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген-транспортер». От сильного удара автомобиль развернуло и выбросило в кювет. Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, машина пошла на обгон в зоне действия запрещающего знака. В Сыктывкаре стражи порядка опять проводят массовые проверки водителей. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют перевозке детей в машине. По данным полиции, многие автолюбители по-прежнему не используют ремни безопасности, не пристегивают пассажиров, подвергая свою и чужую жизнь серьезному риску. В одном из утренних рейдов побывал Антон Булаев. Местечко-лесозавод, 7 утра. На этом участке дороги вблизи Сыктывкарского ЛДК работали сразу 10 инспекторов. Сотрудники ДПС старались проверять прежде всего машины с детьми. У первого остановленного автомобиля все в полном порядке. На заднем сидении мальчик и девочка, малышка в детском кресле, а старший брат пристегнут ремнем безопасности. В возрасте от 0 до 7 лет необходимо обязательно перевозить в детском удерживающем устройстве, либо с использованием детских удерживающих систем на заднем пассажирском сидении. От 7 до 11 лет включительно. Также с использованием детских удерживающих систем, детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, а также с использованием просто штатного ремня безопасности. Владелец этого кроссовера призналась, о безопасности детей она позаботилась сразу после покупки автомобиля. Мы всегда ездим в детских креслах. И первый ребенок с лялечем, и второй. То есть заранее купили, еще до рождения ребенка, да? А как я, представьте, маленький детей лялек, я не представляю. И потом, если она не будет в кресле, например, она будет ехать вот здесь. Это единственный способ держать ее сзади. Но на самом деле очень тяжело детей приключать в кресло. А вот водитель этой лады о безопасности своих чад, похоже, забыл. На заднем сиденье хэтчбека двое детей, один из которых пристегнут ремнем безопасности. А вот второй, младенец, лежал на руках у матери. Ни кресел, ни специальных удерживающих устройств в автомобиле не было. Обратите внимание. Опаздывайте. Ну, смотрите, у вас ребенок, я так понимаю, на руках у супруги, да? А вы знаете, что у нас? Сколько ребенка лет? Ну, от которого на два года. Торопящегося папу пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола. Нарушителю придется заплатить штраф в три тысячи рублей. А это как раз цена бюджетного кресла. Не обошлось и без профилактической беседы с общественниками. Вот мы смотрим, что вы выезжаете с утра, ребенок спереди, он уже стегнутый и находится в кресле. То есть вы такой сознательный у нас гражданин. Нас бы хотелось, чтобы на наших автодорогах все водители были такие. Автоинспекторы констатируют. Высокий штраф за отсутствие детского кресла доказал свою эффективность. Нарушителей, не пристегивающих детей, с каждым годом все меньше. В то же время многие автолюбители о себе по-прежнему забывают. Только в сентябре сотрудники столичной автоинспекции вывели около 200 водителей, которые не захотели использовать ремни безопасности. Судебную оценку получила трагическая гибель тракториста в Усть-Цильмском районе. Утром 15 января на реке Печор возле села Окунев-Нос два гусеничных трактора расчищали готовящуюся ледовую переправу. В 300 метрах от берега первый ДТ-75 внезапно провалился в воду и мгновенно ушел на трехметровую глубину. 53-летний тракторист погиб. По факту нарушения требований охраны труда по влекшим смерть возбудили уголовное дело. Обвинение предъявили индивидуальному предпринимателю Михаилу Малышеву, который нанял двух работников в рамках муниципального контракта на содержание автодороги и переправы. Не было у тракториста спасательных жилетов. Ну и в целом, как предписывают правила обустройства ледовых переправ, в принципе, на тракторах, которые занимаются речисткой переправой, должен быть сняты кабины. Работал мужчина без оформления трудового договора. Как пояснил сам предприниматель, должны были они заключить договор. Ну, задним числом, значит, не были пройдены ряд инструктажей по безопасности охраны труда. Все обвинения в свой адрес Малышев признал, принес извинения жене погибшего работника и выплатил ей компенсацию. Суд учел все обстоятельства и свободы сельского предпринимателя, лишил условно сроком на один год и три месяца. Приговор уже вступил в законную силу. Сразу две профилактические акции «Контакт» и «Помоги помочь учиться» проходят сейчас в республике. Кроме полицейских, в них участвуют социальные работники, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и общественники. В ходе рейдов они не просто смотрят, в каких условиях живут семьи и дети, состоящие на всевозможных учетах, а оказывают им реальную помощь. Вместе с ревизорами проблемные семьи Соктудинского района проинспектировала Ольга Коняева. Как у вас дела? Как жизнь? Сожитель этой сельчанки из Лозума в июле выслушал приговор за истязание женщины и избиение ее сына. Сейчас ведет себя спокойно и даже устроился на работу. Ему год условно. Если попадется, то уже посадят на год и четыре, конечно. Официально сельчанка замужем, но ее супруг пропал без вести 8 лет назад. В суд для признания мужа умершим она не обращалась, поэтому пособие по потере кормильца не оформляла. Гости обещали помочь разобраться с бумагами, а перед уходом вручили 11-летнему сыну хозяйке набор учебных принадлежностей. Аппарат ОМВД дали такой школьный подарочек. Еще вот такие буклеты, арифметика безопасности для детей и родителей. Почитать. Знать надо на пятерочку. Ну, а это памятка тоже по безопасности дорожного движения. В этой лозумской семье сын радует родителей школьными успехами. А вот супруги больше трех лет на спецучете за пристрастие к алкоголю. Вот и в этот день они отмечали сбор урожая. Мы у нас только в апреле были, правильно, на комиссии? Мы с вами разговаривали. А вот за что вы были в апреле на комиссии? Можете пояснить? Ну, рассматривали то, что дома. Сокровольная бумага. Впрочем, супруги, по мнению проверяющих, небезнадежны. Им предложили бесплатно закодироваться от алкозависимости и пригрозили. Если те еще раз попадутся, их могут лишить родительских прав. Пока этой семье светит только административный штраф. В ОМВД России по Сокровиденскому району будет зарегистрирован рапорт о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и в последующем будет составлен административный протокол по статье 5.35 ненадлежащий исполнению родительских обязанностей. Данный протокол у нас направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и в последующем назначается наказание. В Пашге в поле зрения ревизоров попали два подростка. Один после окончания девяти классов больше года не работает и не учится. Поступал в техникум, но вскоре бросил. Вот ты поступал по своей воле или по воле мамы? Нет, не сам. Сам? На кого ты хотел учиться? На техникум. Второй тоже после девятого класса решил получить профессию, но передумал и хотел вернуться в школу. А там его не приняли. Мама считает необоснованно. Парню решили помочь. Мы будем решать этот вопрос совместно с управлением образования. Я думаю, что там не будет никаких проволочек. И мальчик вернется в 10 класс, поскольку он не захотел продолжать обучение в техникуме. Пообещали проверяющие поддержать и эту мать-одиночку. При доходе в 27 тысяч она вынуждена половину суммы отдавать за съемное жилье. Они принимают квартиру. И вот представьте себе, у них со всеми их доходами на еду остается 15 тысяч. На двоих детей и один ребенок инвалид. Районная администрация пообещала поискать для семьи муниципальное жилье. А гости, вручив малышам подарки, отправились дальше. Приходя в семью, мы не просто смотрели, в какой момент мы попали в эту семью, насколько она сегодня вызывает тревогу за свое состояние. Но мы еще и работали в таком ключе, когда интересовались представители органов власти, в чем нуждается семья, нужна ли ей какая-то действительно помощь. В районный центр помощи семьи и детям подучетные мамы и папы обращаются неохотно. Многие самонадеянно считают, что справятся сами. Кто-то не верит в помощь государства. Некоторые просто не знают о мерах социальной поддержки. Межведомственные рейды МВД организовывает больше 10 лет. Контролирует, разъясняет, помогает. Результаты ощутимы. По итогам восьми месяцев текущих годов число преступлений совершенных несовершеннолетних и при их участии уменьшилось на 31,5%. Абсолютных числах с 346 до 247. Под пристальным вниманием столичных проверяющих не только неблагополучные семьи. Школы и среднеспециальные учебные заведения тоже. Выясняли, все ли учащиеся приступили к занятиям, есть ли кружки и секции после уроков, какие у них бытовые условия в общежитиях. И помогали, если ситуация выходила из-под контроля. Столичный полицейский устанавливает местонахождение пропавшего без вести черноридского Евгения Валентиновича, 1958 года рождения. В день исчезновения, 26 апреля, мужчина после выхода из дома посетил стоматологическую клинику, а затем направился в магазин для охотников и рыболовов, после чего бесследно пропал. Родственники не исключают, что пенсионер отправился на рыбалку. Его примета на вид около 60 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, седые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, темные джинсы, черные кроссовки. На голове серая шапка с окантовкой красного цвета. Всем, кто располагает какой-либо информацией об исчезновении Евгения Черноридского или его местонахождении, стража порядка просит позвонить по указанным телефонам. В КОМЕ заканчивается подведение первого этапа всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». С 11 сентября все желающие могут проголосовать за самого лучшего стража порядка на сайте регионального МВД. У каждого претендента представлена анкета о личных достижениях по службе, отзывы коллег и граждан. На первом этапе до 20 сентября определяются победители по муниципалитетам. На втором, с 7 октября, жители КОМЕ в режиме онлайн выберут лучшего участкового, который предоставит республику на российском уровне. Ну а дальше, до 10 ноября, патриотично голосуем за нашего кандидата на сайте МВД России. Конкурс на звание народного участкового призван формировать позитивное общественное мнение о деятельности стражей порядка. Условным решением свободы отделали сотрудники Нижнеодыска районной больницы. Бывшего главного врача Андрея Налимова, его заместителя Александра Хлыбова, а также двух медсестер признали виновными в незаконном обороте наркотических средств. По данным следствия, медработники решили использовать списанные обезболивающие препараты для тяжелобольных без специального учета. Чем оборачиваются такие благие намерения, расскажет Таисия Жакова. В октябре 2016-го сосногорские наркополицейские провели проверки лечебных учреждений района. В поле зрения оперативников попала Нижнеодыская больница, в которой были замечены некоторые странности в обороте с неучтенными медикаментами. Оказалось, осенью 2015-го родственники умерших онкобольных вернули в больницу 43 ампулы промедола, сильного обезболивающего препарата. По требованию законодательства эти лекарства строгой отчетности подлежали утилизации в специализированной лаборатории в Ухте. Но по распоряжению главврача Андрея Налимова препараты были уничтожены лишь на бумаге в Нижнем Одессе. Через своего заместителя Александра Хлыбова руководитель медучреждения пустил их в нелегальную реализацию для нужд острых больных. В последующем уже данные наркотики были переданы на отделение скорой помощи, где сотрудники скорой, один из фельдшеров, скажем, таких и реализовывают. То есть он укаловал данные арктические средства без какой-либо материальной или иной выгоды для себя больным, онкологическим больным, которые страдают тоже сильными болями, просят их. То есть он принимал, как бы, нелегальный наркотик, хотя он не имел право применить легальный наркотик, у него были для этого основания. Через год из 43 ампул осталось 27. 7 штук были использованы, в том числе для мальчика, пострадавшего в ДТП. Куда девались, еще 9 установить не удалось. Следствие выяснило, легальных ампул с промедолом было в достаточном количестве в больнице. Видимо, врачи или не хотели возиться с обязательным оформлением документации при использовании наркотических средств, или просто решили не уничтожать препараты, а использовать их для больных. Но независимо от благих намерений, следствие трактовало инцидент в больнице как хищение и сбыт наркотических средств. А изготовление актов об утилизации, которые вместе с Налимовым подписали две медсестры, как служебный подлог. В ходе разбирательства по этому делу силовики попутно выявили еще и факт получения мелкой взятки Хлыбовым в виде банки кофе и бутылки коньяка. Осенью 2016 года 20-летний житель Сосногорского района, намеревавшийся уклониться от воинской службы, обратился в Нижнёдовскую районную больницу замглавного врача. Попросил своего подчиненного наложить гипс на правую руку уклонисту. Лично проконтролировал этот процесс, выписал ему больничный лист и внес необходимые записи в медицинскую карту. В дальнейшем на основании этих сфальсифицированных документов молодому человеку была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. Александру Хлыбову за эпизод с уклонистом Сосногорский суд ограничил свободу передвижения. А вот за историю с промедолом наказал строже. Четыре года лишения свободы условно. Андрей Налимов тоже получил условный срок на пять с половиной лет. Оба надолго лишены права занимать руководящие посты. Медсестрам Каниной и Бобровой дали по два с половиной года и также условно. За претом на медицинскую деятельность, связанную с оборотом наркотических препаратов. Приговор осужденный обжаловать не стали. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа можете на сайте yurgan.rf. Напоминаем, телеканал «Юрган» уже три месяца в пакете Триколор ТВ. Следующий обзор криминальных событий региона смотрите в среду. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова